Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Водолеи, 21 января, 19 февраля. В этот период проявите заботу о голенях, коленостопных суставах и системе кровообращения. 21 января, день Емелиана. Емелиан, епископ Казический, пострадал за почитание икон в 815 году. Это было при императоре Льве Армянине. Вместе с другими епископами он был вызван во дворец, где потребовали отказаться от почитания святых икон. Святитель Емелиан первый отвечал императору, что подобный вопрос может обсуждаться и решаться лишь духовными лицами, а не в царском дворце. Был сослан в заточение за православную веру, где скончался как исповедник. Этот день в народе называли день Емелиана Зимнего. Праздники закончились, начинаются трудовые будни, но сегодня до полудня не работали, все дела переносили на вечер. А так как на Емельяна чествовали крестников и крестных, то кумовья ходили друг к другу в гости, приносили подарки и устраивали праздничные обеды, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми. А за столом рассказывали интересные истории, отсюда пошла поговорка «Мели Емеля, твоя неделя». Кумовья в свою очередь также одаривали своих крестников, приносили полотенце и мыло, чтобы ребенок рос красивым, был чист лицом. И если помыть крестника таким мылом, это поможет защититься от сглаза и болезней. И вообще в связи с памятью святого Емельяна, Емельяна Зимнего, в народе существовала масса пословиц и поговорок. Емельян – божьим светом осиян, Емельян – накрути буран. Приметы. Какова погода на Емельяна, такая погода в августе. Сегодня следили за ветром. Если ветер дует с юга, летом будет много роз. Если с севера, лето будет холодным. Безветренная погода, лето будет знойным. Идет снег к дождям. Если на Емельяна метет метель, не отправлялись в путь. В юга сегодня особенно опасно. Окна в доме запотели, к оттепели. Если сегодня человек заболел, поправится быстро. Угощать кума с кумой, дарить здоровье детям, которых они крестили. Тем, кто женится по расчету, сегодня рекомендовали хорошенько напиться, чтобы потом лучше ладить с супругой, которая ему не мила. Козьма Прутков говорил, зрив корень сегодняшнюю программу, я посвящаю полезным корням. В меню у нас сегодня корень петрушки. Видите, какой он корень петрушки? Корень сельдерей еще больше, а также репа. А в гостях у нас Таня варит. Здравствуйте, Елена Петрович. Таня, это больше ягодка, это я, как корешок. Ну вот я вам как ягодка скажу, что, конечно, сельдерей, это то, что встречается у меня в домашнем меню. Про репу я слышала, но я думаю, любой человек, знающий сказки, имеющий, ну, хоть кого-нибудь из детства, да, кто читал ему эти сказки, конечно, помнит про эту репу, которую мы тянем-потянем, мы тянуть не можем. А вот про корень петрушки я вас слышу впервые от вас. Хотя, в общем-то, наверное, это логично, что у петрушки есть корень. Да. Но для меня это новость. Новость. Оказывается, мы действительно все привыкли к тому, что петрушка есть у нас листовая. Но откуда она растет? А растет-то она с корня. Она как морковка получается. Да, это можно еще назвать, ее вообще называют белым корнем. И в отличие от морковки, вот она вот, просто беленькая. А знаете, я еще обращала внимание, дайте я посмотрю, что у вас тут с петрушкой. Ага. Вот типичная зелень, да? То есть стебель и все, и он отрезан. А я иногда на рынке покупаю с таким маленьким корешочком. И когда мы сказали, что у нас в меню корень петрушки, я подумала, что это вот такой маленький корешочек, который я иногда вижу на рынках. Дело в том, что когда сажают петрушку семенами, она действительно начинает прорастать, еще есть и семена петрушки, они, кстати, тоже очень полезны, что вы можете понимать. То этот маленький корешок, укореняясь, вырастает вот таким вот здоровым корнем. Слушайте, а очень пахучий. Пахучий, да. Давайте чуть-чуть отрежем и услышим, какие там у нас эфирные масла яркие они. Потому что сельдерей, конечно, очень яркий. Кстати, вкус его сладковатый. Много различных эфирных масел, за счет чего он оказывает свое специфическое действие. У сельдерей тоже целый. Они похожи. Они похожи. Но этот как-то... Они похожи, действительно. По-потоньше, что ли. Вот этот сельдерей, он как будто бы поэлегантнее. А у петрушки аромат похож на сельдерей, но более такой брутальный, более мужской. Но они внешне, в общем-то... Более мужской. И теперь, когда мы говорим о сельдерее и петрушке, в белом корне важно отметить следующее, что корень петрушки... Вообще, петрушка это очень сильное растение. Поэтому в большом количестве ее использовать ни в коем случае не надо. Особенно беременным женщинам возможен выкидыш, срыв. Поэтому петрушечку едят в меру. Добавляют там супы. Хорошо использовать ее также, как приправу к различным блюдам. Особенно к мистелам. Она смягчает их, делает их более вкусными. И важное свойство заключается в том, что как в петрушке в зелени. Кстати, вот в зелени она зеленая. Значит, здесь больше хлорофилла. Из хлорофилла у нас вырабатывается, рот формируется. А здесь, естественно, хлорофилла у нас мало, зато много солей. Калия, кальция, магния, фосфор, железо, каротина, витаминов там С, В и прочее, прочее, прочее. Да? Даже есть витамин В1, В2. Так вот, важно отметить следующее, что в основном много солей калия. Калий что делает у нас? Я вам сейчас отвечу. Биологический активный калий. Калий, по-моему, влияет на работу сердца. Калий влияет и на работу сердца, и влияет на работу почек, и он активно гонит из организма в воду. То есть, петрушка является прекрасным, мочевонным, естественным средством, которое можно применять для отеков, для очищения. Так, получается, вот утром встали отекшие, колень петрушки съели. Крюшочек петрушки, действительно, мы с вами можем просто-напросто или натереть на терочке. А я вот сейчас вот отрезала вот так петрушку, да? И хочу попробовать. Попробуй, посмотрим. Я все сравниваю с известным мне сельдереем. Сельдерей более острый, как оказалось. А этот сладковатый. А вот еще вопрос. Кора. Есть ее с корой или не есть? Кого ее? Его. И напоминает чем-то морковку. Да, но более ароматная. Более ароматная. Да, она как-то с духами какими-то, с морзунками. Ну, действительно, в петрушке есть еще вот это, тут как раз сверхмесло. Да. Вот если мы его берем. Вот это как раз кора. Кора. Что в коре у нас? А здесь как раз белая мякоть. Как правило, что у нас содержится в коре? Так как петрушка, смотрите, погружена в землю, соприкасается с землей, а в земле мы знаем, там, будем говорить, и различные микробы, и различные... Да, товарищи, которые нам совсем не товарищи. Да, и эти все товарищи, что они норовят делать? Они норовят любое, что попадает в землю, съесть. Вот. И петрушка вот этим вот запахом, оказывается, она отбивает, она защищается от ревков, от бактерий, и особенная мощная защита оказывается... В коре. В коре, да. И в коре больше всего микроэлементов, потому что в мякоти их гораздо меньше. Поэтому, если вы хотите иметь мощный мочевонный эффект, кстати, петрушка за счет своих эфирных масел и способствует тому, что дробит все в организме. То есть пока... Камушки, песочек. Разные камушки, песочек, особенно когда она в кровь всасывается, идет промывается через почки, значит, вот эта вот ароматная жидкость, то бишь кровь, начинает делать свое дело, своим ароматом дробит разной отложению песочек. 26-е лунные сутки, второй день Икадаши. Энергетика этих лунных суток мощная, возбуждающая. Именно поэтому этот день считается критическим. Ни в коем случае сегодня нельзя сосредотачиваться на повседневных заботах. Лучше всего эту огромную энергетику направят на свое созидание. Например, на 24-х, либо 36-ти часовой голод. Пусть она обновит и очистит тело, а сознание успокоит. Кстати, сегодня сторонитесь суетливых мелочных людей. Иначе они могут втянуть вас в ненужные разборки и испортят настроение. Что касается физической новорождки, то она должна быть спокойная и приятная. Погуляйте с приятным для вас человеком, пообщайтесь на возвышенные темы. 27-е лунные сутки. Гравитационная энергия этих лунных суток сильнейшим образом возмущает водную оболочку нашей планеты, что вызывает наступление самых больших приливов в мировом океане. В человеческом организме происходит волнение, жидкость и меняется настроение. Чтобы дополнительно не дать нагрузку организму, проявите в это время умеренность в питании, физической нагрузке. Из очистительных процедур особенно хорошо подходит парная. Рекомендуется медитация на волнующие вас темы. Можно получить интересующие вас ответы. В зеркало лучше не смотреть. Негатив из тонкого мира нам не нужен. Не будьте рассеянны и во время прогулки смотрите под ноги, чтобы не поранить ступни. Продолжение следует...